привет я хочу еще раз рассказать о том что такое мухомор с ракурса моего опыта и обильных размышлений фундамент которых я заложил еще с того момента как впервые стал встречаться с девочкой мне было 16 и 15 я тогда впервые столкнулся с феноменом ебли мозгов и прочих гормональных кульбитов которыми которые девочка оленька начала проворачивать при помощи меня примерно через месяц с момента возникновения между нами искры открывшие у нас вот эти самые клапана так называемого гормонального хавчика и пока фонтан любви брызжет и ум кайфует все норм потому что мыслительный процесс в этот период как бы заморожен и эго не выносит никаких вердиктов относительно происходящего между влюбленными как и бывает под теми веществами что симулирует влюбленности мдм и прочие извиняюсь но как только гормончики уходит тут и приходит им на смену тот самый ад над которыми мужчины до конца дней своих ломают голову пытаясь найти логическое объяснение этой жести что устраивает и моих девочки когда чувствует что чувство уходит а почему вы до сих пор не проводите параллель между влюбленностью ебли мозгов вообще непонятно из той с другой стороны находятся довольно сильные эмоции растворение которых наш ум воспринимает как потерю ориентира без которого вам кажется что жизнь теряет смысл такой чистым наркоманский синдром то есть для обычного состояния ума как и для ума наркомана жизнь это вибрация надрачивание как наиболее легкий способ достижения той самой вибрации по сути которые ограбление в этом смысле обычный человек в условиях обыденности той социальной жизни сформированные обществом с ее системой восприятия воспитания и отсутствием привычки размышлять очень схожа система восприятия наркомана то есть человека зависящего от употребления веществ в погоне за ощущениями придающими смысл его существованию поэтому как только детородный импульс который юные люди обзывают любовью затухает мозг прямиком отправляется грабить хранилище с ресурсами истощение которых и приводит ко всем тем заболеваниям от которых люди потом всю жизнь ищут лекарства то есть девочка как главный гормональный наркоман почему-то быстрее мальчика смекает какую аптеку грабить ну бывает и наоборот в моем случае первой всегда была девочка может быть потому что я был к этому готов я ждал этого так как наблюдал это повсюду может мне не стоило конечно как раз не стоило наблюдать но к сожалению наша человеческая психика так она устроена что мы всегда в первую очередь реагируем на медвежий фарш и вот глядя на этот фарш который творился вокруг мое детское восприятие и сложила картинку того что такое встречаться с девочкой наблюдая за чуть старшими у которых типа были бабы я понял что момент обиды с ее стороны неизбежен и из этого нужно как-то выкручиваться подглядывая за их как они считали любовью но на самом деле манипулированиями друг другом я обратил внимание на очень клёвый как мне казалось приемы сразу поспешил его запомнить чтобы в будущем как только у меня появится тёлка применить его в случае ее обидок то есть я был уверен что все бабы обижаются это закон их натуры так мне показалось я просто не мог представить еще тогда что существует какие-то там социальные инструменты манипулированием просто никто не говорил о мозгоебстве в тот момент в то время просто считала что бабы так делают и все почему и зачем никто не задавался вопросом ну и я еще не имел в то время способности к размышлению и честно вообще не понимаю за счет каких моментов я существовал как личность которая могла бы быть кому-то хоть кому-то интересно я был уверен что я конченный идиот и всячески старался это скрыть совершенно еще более идиотские поступки чем мой тот нулевой фундамент знаний эрудиции опыта и самостоятельности из чего состояла моя трусливая и довольно надменная натура в общем прием заключался в следующем как только баба обижается а значит останавливается с недовольным видом начинает предъявлять потом разворачивается и стремительно пиздует прочь то непременно нужно ее догнать развернуть к себе крепко обнять и страстно начать насасывать ее губы это я подглядел за своим другом и мне показалось что это работает но я не знал что это всего лишь начальная фаза на пути к той капитальной вздрючки эмоционального фонда жизненных ресурсов и поэтому как только моя телочка впервые проделала со мной этот кульбит я тут же прибег к взятому мной на вооружение приема и он сработал но я охуел потом когда увидел к какой частоте регулярности это привык привело и как раз то что называют люблю и вот это на самом и и есть эмоциональная привязка так как соскочить с этого было нелегко с одной стороны с другой мне удалось это сделать и намного проще чем кому-либо из моих друзей не скажу что после этого я озадачился размышлениями на тему психологии полов и их социального взаимодействия внутри современного общества но какие-то выводы для себя я поспешила сделать и даже поклялся внутренние больше не попадаться на подобную хуйню впредь после полугодичного бегания за ней в момент ее обидок и вымаливание прощения я в какой-то момент подобно цен буддисту просто взял обет молчания и не реагировал ни на какие уловки она долго ходила за мной по пятам